Здравствуйте, друзья! У вас на экранах девушка Диана, которая забежала в наш офис с утилитарной такой целью взять сертификат об окончании школы, да? Да, конечно. Ну, когда вы закончили школу-то? Ой, наверное, в 2012-м или в 2012-м году. Ну, то есть 2-3 года назад. Да. Чем вы раньше-то занимались? Я работала как учитель в школе. В американской? Да. И в русской еще тоже работала. Вы из Питера? Да. В каком возрасте в Америку попали? 9 лет было всего лишь. А, то есть вы такая питерская как бы... Да, мало было. Можно сказать, вас в 9 лет эвакуировали на американский берег. Хорошо? Да, и привезли сюда. Так это давно было-то? В 1999-м году. Я приехала в декабре и 2000 исполнился через пару месяцев. То есть вы уже лет 15-16? Да. Хорошо. Вы образование какое-то здесь получали? Ходила в колледж получала, в хай-скул заканчивала здесь, к вам обязательно пришла. Подождите, но как же вы преподовали детям? Надо же какое-то образование. А, я получала для education для мелких детей, preschool и K-6 и K-8. То есть у вас есть такой документик? Да. Так что же вы им преподовали-то? English, history, математику, все-все-все. Хорошо. Как вы к нам попали? Мой друг, который раньше... Кавалер, кавалер. Да, у вас учился. А кавалер откуда у нас? Он из Москвы. Ну, идти там. Совсем близко родственной души. Он ходил, ему очень понравилось, сказал, что замечательная школа. Вот я решила тоже попробовать, и мне очень всегда нравились компьютеры и программы разные. Интересно было очень всегда. Вот я решила нырнуть в эту среду. Но вы как-то так учились-учились, что вы до сертификата не доучились? Или что произошло? Я долго училась, ходила на классы, потом у меня произошли некоторые проблемы в жизни, поэтому мне пришлось на какое-то время оставить. Потом я возвращалась несколько раз, и заканчивался класс. Единственное, что я не сделала, это интервью. Ну, хорошо. Классы вы физически прошли, отсидели в классах, может быть, даже знания какие-то. Были знания какие-то? Да, конечно. Хорошо. Теперь, и что было потом? Давайте вам другую шляпку дам. Да, а то это что-то слезает. Делаю вам другую шляпку. Вы должны будете вот в такой теперь сидеть. О, как ковбой. Раньше жила в Алабане. Как раз. Подходит. Вот, это вам больше подходит. Хорошо. Сейчас я тогда, может быть, немножко отъеду, чтобы лучше было видно. Так, и вы отучились. Отучились. А дальше что было? Да. Потом я, моя мама открыла ресторан, и поэтому я ей... Мама? Да, очень долго помогала, и как бы у меня не было возможности пойти и работать. Ей очень нужна была помощь. Плюс у меня маленькая сестра, за которой нужно было ухаживать. Да сколько маленькая? Ей восемь. Ну, послушайте. Мне двадцать шесть. Не двадцать шесть. Да, вот. И после этого, когда уже все устаканилось, я решила... А что ваш кавалер-то говорил на это на все? Он говорит, у мамы ресторан, у сестры детство. А у моей девушки что? А у вас есть он, конечно, это... Он помогал морально. Давно у вас кавалер-то? А? Давно у вас кавалер? Да. С восемнадцати лет. То есть вы такие, можно сказать, как замужем фактически уже? Ну, практически, да. То есть вы уже не помните себя? Нет. Так, хорошо. Хорошо. Значит, в итоге, когда же вы все-таки решили, что вы пойдете по стезе, так сказать, тестирование? Год назад где-то я наконец-то решила, что все нужно уже начинать. Какие действия вы предприняли? Я сначала активно искала работы. А резюме откуда взялось? Я сама печатала и плюс еще спросила моего кавалера помочь мне. То есть вы самостоятельная такая? Да. Не пришли к дедушке, значит. Ну ладно. Решила вас не обременять проблемами резюме. Хорошо. Написали какое-то резюме с помощью молодого человека. И сделала, submit for application. Он мне сказал about opportunity, который opened up, что там нанимали как раз reviewers, testers. И как бы сказал попробовать. Я подала свою application, проходила пару interviews и потом, к счастью, меня наняли. Это год назад было? И вот вы и так все в одном месте? Да. И вот это вот Google и есть? Да. Так вы там пользуетесь бесплатными обедами? Конечно. Там замечательная еда, даже есть такие кабинки спать. Но вот кавалер не боится, что вас там кто-нибудь уведет? Нет, мы работаем в одном и том же департменте. Понял. То есть вот как получилось. То есть он вас к себе, чтобы вы там где-то не отвлекались? Да. Работы очень много, поэтому времени нет отвлекаться. Ну, нормально платят? Все-таки вы на первой работе. Да. Очень хорошо достаточно. Ну, для начала и сейчас продвижение и повышение. Поэтому… А вы какими-то серьезными вещами занимаетесь или такими простенькими, что вот легко освоить? Сначала начинаешь как content review. делаешь pretty basic. А потом после этого уже… If you get assigned to a different project with more complicated criteria, тогда повышается молодость. То есть вы сейчас более такая… да, и мы получаем training как along the way. То есть вас еще и обучают. Да. Вот если пойти на маркет, например, вот ваш кавалер, по-моему, что говорит, как человек более опытный. Если вам сейчас пойти на рынок, искать работу, какая ваша рыночная стоимость сегодня? Не Google, а вот, так сказать, на рынке. Ну, с тем, что я как бы пробовала искать еще работу. Вот. Я получила offer letter to Apple. Да. Вот. Предлагали 26 долларов в час. Вот. Плюс, конечно, все benefits и все остальное. А, то есть это была постоянная позиция. Да. Вот. Но я решила остаться здесь. Потому что… Кавалерия. Google мне больше нравился. Правда? Да. И… А там, кстати, как вот у него Android, а у вас там Apple… У меня как раз так и есть. Вот. Ну, мы тестили на разных… Девайси. Да. Но… У нас есть война между Google и Apple продуктами и Android. Ну, что же, хорошо. То есть вы как бы оптимистичны, настроение хорошее. А нет у вас желания там как-то квалификацию повышать? Какой-то там Python изучать или что-нибудь такое? Обязательно есть. Сейчас просто работаю с тем, что у меня в данной ситуации повышение будет. Вот. Поэтому я хочу как бы все закончить, все уже встать на эту позицию. В принципе, после этого я думаю, что я буду… Так вы сейчас консультант или вы сейчас на постоянке там? Я как контрактор. Ага. Через вендора? Да, через вендора. Вот. Но у нас контракт does not expire. Угу. 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 And… I don't know what would be the reason for them to fire you. They closed down. Это не нахрен персного. Обычно там ничего такого нет. Ну да. Ну что же. Ладно. Верну вас к кавалеру. Нашли сертификат ваш или вы напечатали? Вот вроде сейчас будут печатать. Наверное. Хорошо. Сдаю вас с рук на руки, чтобы вы никуда не пропали по дороге. Спасибо большое. Ладненько. Давайте привет всем ребятам передавайте. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!